Здравствуйте! В эфире программа «Политическая линия фронта». Сегодня с нами в эфире политический эксперт Сергей Карелин. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Сергей, итак, Россия наложила вето на создание международного трибунала о деле сбитом Боинге MH17. Что дальше? Во-первых, это впервые произошло с 1997 года, когда Россия точно так же возложила два вето в одном месяце. В данный момент есть ряд стран, и прежде всего это Великобритания, которая против данного действия, и они будут уже идти наперекор действиям России, искать альтернативные пути, но все-таки для того, чтобы провести трибунал. Трибунал абсолютно необходимен для того, чтобы выявить виновных и показать, что эта страна ведет себя нечестно на международной арене. Но я думаю, к таким странам, как Великобритания, можно причислить и Малайзию, и Нидерланды, и другие. Не так ли? Да, да, можно их причислить, но прежде всего эта страна, как большой политический игрок, имеет большой вес на международной арене, и она является главным союзником в Соединенных Штатах Америки, которая в мире, ну, такой негласный полицейский. Годы меняются, а Россия все остается той же, я по сравнению, так как вы сказали, с 69-го года. Да, абсолютно верно, да, когда сбили корейский Боинг, точно так же над СССР, так же сейчас произошло это на территории Донбасса, да, в прошлом году. Все в этот день видели, как этот Бук ехал из Донецка в сторону Снежного. Потом он повернул в сторону Грабова, это то село, которое находится рядом с Торезом, и, в принципе, там это все и произошло. Все фотографии, все свидетельства в тот день кричали о том, чтобы это наши ополченцы сбили украинский военный самолет. На самом деле много свидетелей было, и в этот день все прекрасно видели инверсионные следы ракеты, которая летела снизу, и ту истерику, которая потом появилась на российских телеканалах. Как вы думаете, есть ли у кого-то еще сомнения по поводу, чей это был Бук? Кроме России, конечно же. Да, только у жителей России, в принципе, так это и есть. Жители России, скажите, пожалуйста, они насколько зомбированы о том, что это был Бук Украины, и в том, что это Украина все-таки сбила MH17? Или как ситуация состоит? Ну, во-первых, там очень большое влияние имеет действительно российское телевидение. Оно на протяжении многих лет, уже, наверное, лет 15 последних, занималось ничем иным, кроме как зомбированием населения. По большому счету они выдавали ту картинку, которая была им нужна. И люди привыкли верить своему правительству, независимо от того, говорит оно правду или нет. Так же и в России происходит. Даже сейчас там многие не верят, что российские войска все-таки присутствуют на территории Донецкой и Луганской областей. То есть они на 100% уверены, что это все-таки... Абсолютно верно. И чуть ли не с рогатки из Днепропетровской области кто-то стрелял в этот Боинг. Хорошо. Вы упомянули о БУКе и о вариантах расследования и тому подобное. Какие же все-таки могут быть дальнейшие действия, например, со стороны Великобритании? Ну, они обратятся напрямую в Международный криминальный суд и будут добиваться того, чтобы это произошло в обход резолюции ООН. А было ли уже такое в истории? Не могу такого сказать. Я лично в этом не настолько серьезно. Хорошо. Что насчет других стран, если мы говорим о пятерке? Имею в виду Малайзию, Украину, Нидерланды. Я уверен, что они абсолютно все поддержат Великобританию и будут двигаться по плану Б, как сегодня сказали об этом Министерстве иностранных дел Украины. И Арсений Петрович, я ценю. То есть вот это вот и имеется в виду план Б, о котором заявил премьер-министр. Да. Надо было обязательно показать о том, что Россия будет против этого. Они это сделали, политический ход и выступление Климкина на самом же самом совместии ООН. Оно показало Россию, ну и там же была эта оговорка по Фрейду, которая говорит, что мы будем добиваться о том, чтобы виновные были не наказаны. Недавно премьер-министр Австралии Тони Эббетт заявил, что решение витировать резолюцию только усиливает подозрения. И что Россия покрывает преступников и продолжает нарушать суверенитет Украины. Как вы думаете, услышит ли это заявление Москва? Да. Они все заявления, в принципе, слышат, но они делают свою игру. Они хотят убедить весь мир, что это не так. И, в принципе, пока у них хорошо получается всем гадить и ничего им за это не происходит. Ваше мнение, как эксперта, удастся ли все-таки наказать Россию или нет через суды? Поскольку мы знаем, что у России очень большое лобби в Евросоюзе. Смотрите, суды, по сути дела, это больше эмоциональная составляющая, и ответственность по большей степени не будет ложиться на Россию. Ну, что произойдет? По сути дела, заберут активы те, которые находятся за пределами России. Саму Россию они нападать не будут на нее. Но самый главный эффект, это будет экономический эффект. То, что делается уже, в принципе, в мире. Все страны Европейского Союза, которые наложили свои санкции, также США и те страны, которые присоединились к ним, Канада, Австралия и так далее, они уже делают в большей степени, чем любой суд. Суд — это больше моральное удовлетворение для жертв погибших и их родственников. Потому что люди понимают, что кто-то должен нести ответственность за преступления. И им его нужно дать. Независимо от того, хочет это Россия или не хочет. То есть это больше уже нужно родственникам погибших людей и тем странам, которые понимают, что эта страна как партнер себя ведет не так, как нужно. Как вы думаете, будут ли какие-то политические, я имею в виду, движения в этих странах, чтобы все-таки этот процесс донести до суда? Да, конечно, они уже, в принципе, происходят. И заявления от парламентариев, и от глава государств, и от министров иностранных дел. То есть это все происходит, и оно продолжается. Оно не заканчивается. И эти действия, они как были, так и есть. План у них создан, они по нему и действуют. Буквально недавно российские СМИ уже поспешили, вы упомянули о санкциях. Российские СМИ поспешили распространить информацию, что Россия уже ответила на присоединение семи стран к санкциям против Российской Федерации. Да, например, в последний раз это по поводу Голландии было, что они запретили цветы на территории России, так как в них какие-то жучки якобы завелись. Так как это было в свое время по поводу молока от Украины, конфеты и так далее, всех этих товаров, которые экспортируются в сторону России. Но кого не наказывают больше себя или те страны, у которых покупают, это вопрос. Второй момент, а им ответить-то по большей степени-то нечем. Если брать ту же самую Турцию, то с их южным потоком происходят те же самые проблемы, что были и с северным потоком. Теперь Турция, по сути дела, не хочет дальше развивать эту тематику. Она выбивает для себя выгоднейшие для нее условия. Одну ветку они позволяют, ту, которую нужно только лишь Турции провести. Вы имеете в виду белый поток? Да, да, да. Тот новый поток, который они решили придумать. Но не тот, что уже существует с Россией в Турции. Абсолютно верно, да. Это тот, который был вместо южного потока, который отменили. И три остальных ветки, которые должны были идти на Европу, по ним согласия нет никакого. Да, но в последнее время мы видим, что Турция и Россия очень начали сближаться в экономической сфере и бизнесе. Да, но после того, как президент Путин положил цветы в память жертв геноцида армянам, после этого эти отношения резко охватились. Хорошо. Что, например, турки думают по поводу Крыма? Ведь официальное заявление мы слышим очень много о том, что Крым это Украина. Но паромы с Турцией в Крым плавают, точнее ходят. Самолеты на последние два дня уже отменили. По поводу паромов это еще будет вопрос, который решается. Но вы поймите сами, как ведет себя Турция. У Турции два открытых фронта. На одной стороне они воюют против ИГИЛ, против Сирии. С другой стороны они против курдов, против которых у них было там уже много-много лет противостояние. Вот так. Поэтому Турция заинтересована в своих вопросах. И Крым ее по большей степени так не интересует. Хотя они эмоционально говорят о том, что мы с ними, это наши друзья, родственники, наши крымские татары. Но по сути дела действий против России сейчас они делать не будут. Потому что деньги побеждают политику. Ну и видите, учитывая то, как повели себя в последнее время турки, и деньги-то особо большой роли не играют. Они ищут выгодные для себя условия. И все. Вы упомянули о ИГИЛе. Некоторые эксперты заявляют, что проблема, которая сейчас в Украине, я имею в виду с Восточным фронтом, она более глобальна, нежели проблема с ИГИЛом. Вы поддерживаете их точку зрения? Нет, не поддерживаю, потому что ИГИЛ, это уже выросли до международного уровня, воюют в нескольких странах, проводят те теракты, которые не сопоставимы ни с чем. А наша страна впервые столкнулась вообще с подобными проблемами. То есть масштаб тот, который у ИГИЛа, он гораздо больше, чем тот масштаб, который в Украине. Но действительно ли проблема с ИГИЛом перешла в такую очень большую глобальную проблему? Да, она уже стала неконтролируемой. То есть мы сможем говорить, может быть, через года 2, 3, 4, 5, что она уже угроза состоит и для Украины, так как Украина часть Европы? Не совсем, потому что тут взгляды немножко другие и все-таки наша ментальность отличается. У нас нет подавляющего населения мусульманской религии и в принципе у них тут большого счета интересов нет. Единственное, нашу страну использовали в свое время как транзит из России в Европу и так же самое страны с Ближнего Востока, чтобы транспортировать боевиков для ИГИЛа. Сейчас эти потоки, насколько я знаю, закрываются. Стран боевиков для ИГИЛа с Европы вы имеете в виду? Нет, из России и бывших стран СНГ. Сейчас они уже закрыты? Ну, их закрывают, насколько я знаю, что их закрывают. Насколько это уже законченное действие, я не могу ответить. Давайте перейдем снова к Украине. Давайте. Сейчас идет много дискуссий о том, нужно ли это 30-километровая зона, буферная, не нужно. Как вы думаете, каково ваше мнение? В любом случае, какая-то граничная зона должна быть. Почему? Потому что у нас нет закрытой граничной зоны с Российской Федерацией, а это больше 150 километров, и их Украина никак не контролирует. Поэтому для того, чтобы быть безопасной страной для других стран Европы и сказать, что у нас здесь есть граница хоть какая угодно, пусть даже она проходит по нашей территории в данный момент, но она оккупирована, и это нужно признавать точно так же. И 30-километровая зона, это не просто клетка, которую обычно всем показывают, это еще и минные сооружения, и линии обороны, то есть рвы для солдат, и одна, вторая, третья, для того, чтобы могли предупредить нападение не преступников, а уже противников военных. Многие очень заявляют о том, что вот эта вот разграничительная зона, она не должна проходить на территории Украины, она должна проходить между Украиной и Россией. Абсолютно верное замечание, но нужно все-таки соглашаться с реальностью, какова она есть на сегодняшний день. Не подконтрольные территории мы не можем никак контролировать в данный момент, и идти в нападение, и не ожидая того, что Россия ударит с другого бока, мы точно так же не можем. Поэтому тут взвешиваются все политические за и против, и принято было такое решение, что сделать все-таки линию разграничения. Ну, правильно оно или нет, покажет время, но в данный момент, лично моя точка зрения, что это абсолютно верное решение. Хорошо, мы будем иметь 30 километров вакуумной территории. Кто на ней будет? Военные. Военные чьи? Скорее всего, это будут международные группы, это российские и украинские военные. Ну, а также миссия ОБСЕ. Миссия ОБСЕ. Можем ли мы говорить о возможности размещения там синих касок? Было бы хорошо, и Россия больше всего этому противится, так как понимает, если там разместить синие каски, это будут не российские синие каски, то для них будет плохо, у них меньше будет возможностей для провокаций, и рассказывать о том, что не они нападают, как это делается сейчас. Хорошо, так как вы говорите, на вот этой территории 30-километровой будут украинские военные и российские военные. То есть мы будем иметь еще одно Приднестровье? Возможно, и это, скорее всего, самый возможный сценарий для Украины, так как если анализировать... Как вы думаете, это самый лучший или самый хуже? Ну, тут нельзя так сравнивать. Я так думаю, что если будет как в Приднестровье, то это не худший вариант в любом случае. Сказать, что он лучше, и нет, потому что все-таки наша территория не контролируется нами. Это и Крым, и Луганская, и Донецкая области части их. Хорошо, мы будем иметь 30-километровую зону. Что дальше? То есть нужно ли Украине будет какой-то контакт иметь с этими оккупированными территориями или нет? Ну, прежде всего... Как дальше себя вести? Нельзя забывать, что там все-таки граждане Украины находятся, и гражданство их никто не отменял. Это раз. Второй момент. Нужно как-то будет добиваться соблюдения их прав на той неподконтрольной территории. Почему? Потому что обычно на таких вот спорных территориях, есть такой международный термин, всегда нарушаются права человека. И людей возможности защитить себя минимизированы. По сути дела, там некому обращаться для того, чтобы защитить свою честь, достоинство и все права, которые предусмотрены нам Конституцией и Международной Конвенцией по правам человека. В любом случае замораживание конфликта тоже должно быть. Почему? Потому что каждый день из нашей экономики вымываются средства. Они огромные, и по сути дела, если это не закончится, то страна может прийти к дефолту настоящему, а не только лишь техническому, который сейчас витает в воздухе. Хорошо, но если взять, например, 5 лет на будущее, 10 лет на будущее, какое вы видите, как вы видите вот эти вот оккупированные территории? Каково их будущее? Скорее всего, такое же будущее, как и у всех остальных неподконтрольных национальным государствам территории. Во-первых, уменьшаться будет население. Молодые семьи выезжают, так как им зарабатывать там остается негде. Предприятия закрываются, и наступает такой экономический коллапс. Люди пенсионного возраста отсанутся там жить, потому что их социальные связи не позволяют им, в принципе, выехать и обустроиться на новом месте. И что еще можно добавить? Ну, по большому счету, опять же, это неконтролируемые потоки контрабанды, которые происходят постоянно на данной территории. Можем ли мы, например, сравнить будущее Крыма и будущее восточной части Украины? Да, можно сравнить. Ну, прежде всего, если территория аннексирована, как в случае в Крым России, то у людей хотя бы есть какая-то защита законодательства Российской Федерации. На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей такой защиты нет. Им обращаться не к кому. Даже если элементарно какая-то уголовщина будет на улице, то полицейские Российской Федерации в любом случае отреагируют на это. А на неподконтрольной территории, возможно, сами полицейские будут делать преступления. Давайте перейдем к выборам. И Джеффри Пайетт, и министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштанмайер говорят, что все-таки нужно, может быть, уже переходить и к выборам. Как вы считаете, готов ли Восток к выборам? Моя точка зрения, что нет. И выборы до определенного периода времени проводить нельзя там. Почему? Во-первых, не появилось новых лидеров. Б. Не поменялись старые лидеры. Те, кто поддерживал многие референдумы, аннексию Крыма и захват территории на Востоке, они, по сути дела, остаются на местах. Никто не провел суды и следствия по поводу этих лиц, которые сейчас находятся у руля местной власти. И это есть проблема. То есть, если сегодня мы, например, проведем там выборы, то мы получим тот же результат, что и… Да, возможно, мы можем получить даже неожидаемый ни для кого результат. Почему? Потому что там, особенно запад Донецкой области, он покрывается вещанием российских телепередач с Петровской вышки и Донецка. И люди там смотрят и Аплод-ТВ, и Лайф-Ньюс, и все российские телеканалы. То есть, у них мнение не поменялось. Плюс та ситуация, что на западе Донецкой области не было практически боевых действий. Люди не осознают, что такое война. И для них большая поддержка пророссийских настроений. Поэтому результат, он будет абсолютно непредсказуемый. И люди, и политики могут получить то, чего они сами не ожидали. Они могут заигрывать, иностранные министры могут рассказывать точно так же, что там нужно проводить выборы, что нельзя лишать людей этих прав. Их можно и не лишать этих прав. Нужно сейчас просто вести военно-цивильные администрации. Чьи? Украины? Украины, обязательно Украины. Особенно на подконтрольных территориях, но также на неподконтрольных территориях. Ну, на неподконтрольных территориях это только лишь согласие той стороны. Ну, я думаю, такого согласия... Конечно, не будет, и его, скорее всего, никто не собирается водить. Хорошо. Почему тогда послы и министры заявляют о том, что все-таки нужно провести выборы? Разве они не понимают, какой будет результат? Я уверен, что нет. У них нет этих данных, и у нас даже на территории нашей страны нет данных, что там происходит сейчас. Ну, разве у них нет данных, что бюллетни будут делаться на принтере на обычном, и будут ставиться подписи от ручки одним человеком? Не, ну, согласно закону, там должны выборы пройти по украинским законам. И, соответственно, если по украинским законам, то бюллетни, да, они будут печататься на каких-либо типографиях, если это местные выборы. То вы правы. Да, это действительно так. Они могут делаться хоть на ксерокопии, хоть на чему угодно. Но, опять же, городские избирательные комиссии. Из кого они будут состоять? Скорее всего, это будут местные жители. Местные жители кому будут подыгрывать? Своим же местным лидерам условным, те, которые у них есть. Ну и все, и выборы уже выиграны. Как вы думаете, есть ли интерес Владимира Путина в том, чтобы выборы прошли, и эти представители восточных регионов Украины попали все-таки в парламент? Конечно, у них есть, но пока речь там ведется только лишь о местных выборах, не о парламентских выборах. Но, как говорится, все... Понимаете, в чем разница тоталитарных государств? Они могут прикрываться демократическими ценностями и указывать на их недостаток. Они могут показать, что у нас проходят выборы, мы выбираем кого угодно, и мы их можем контролировать. Вот и все. Их главная цель, по сути дела, завести в наши парламенты, независимо местного уровня, либо Верховную Раду, тех людей, которые подконтрольны им, и которые будут всегда пятой колонной по нашему движению в сторону Запада, либо в сторону от России, даже лучше так сказать. Хорошо. Генеральный штаб Российской Федерации рассматривает возможность о том, чтобы разместить воздушно-десантные и десантно-штормовые дивизии в Крыму. Как вы думаете, к чему такие действия? Российская Федерация чего-то боится? Да, конечно, они боятся стран НАТО, по сути дела, военных действий с их стороны. Да, но, например, Россия и так граничит со страной НАТО? Ну, она же не по всей линии разграничения граничит со странами НАТО. Во-первых, есть Беларусь, которая там большую территорию покрывает. Есть Украина, которая покрывает большую территорию. А тут они подбираются с южной стороны. Турция, страны, которые граничат с Украиной. И, соответственно, на севере там уже усилились военными Соединенных Штатов. Хорошо. Многое было там разговора о том, что возможно размещение ядерного оружия в Крыму. Вы в это верите? Ну, вы знаете, я не буду удивлен, если оно уже там размещено. Я просто уже не удивлен. То есть инфраструктура для этого там есть? Да, конечно, она с советских времен там осталась. И особенно в зонах рядом с Севастополем. Особенно атомные подводные лодки, которые можно в любом месте, там, в Балаклаве разместить. Эти все... Вся инфраструктура, она сохранилась. Ее же никто не убирал. Она была подконтрольной территорией Украины. И часть была подконтрольная военно-морскому флоту Российской Федерации. Как вы думаете, Россия к НАТО это соперник? Или же просто Россия боится НАТО? И то, и другое. Ну, больше, скорее всего, боится. Потому что никто не дразнит соперника, кроме того, кто боится. У них политика такая, видите, они подлетают самолетами, дают их себя обнаружить. Но они показывают, что мы можем долететь к вам, и нам никаких препятствий не будет по пути. И мы можем в любой момент, допустим, сбросить бомбу, подплыть подводными лодками и разрамить, допустим, часть вашей территории. И постоянно создавая угрозу, мотивируя противника для того, чтобы он сделал неверные действия. Это, к примеру, там сбили самолет. Хотя Россия сейчас за последний месяц, там, по-моему, 5 или 6 самолетов и так упали. Это не для разворадства, а показать того, какое состояние у них военной инфраструктуры. То есть, как бы они ни рассказывали, насколько они сильны, они действительно настолько же и слабы. Вы упомянули о сбитых самолетах. Также была информация о том, что и подводные лодки горели и тонули. Да, это же было не единожды. Это было несколько раз у Советского Союза, у Российской Федерации. Мы при нашей памяти уже видели это. Хорошо. Может ли по техническим данным российская военная техника противостоять военной технике НАТО? Ну, знаете, как две зажженные спички. Одна лучше горит, другая хуже горит. Но они обе горят. Может противостоять. Но насколько эффективно, это еще вопрос. В СМИ появилась информация о том, что в Крым были делегации французских депутатов. Планируется делегация итальянских депутатов. Как вы думаете, о чем говорят данные визиты? Ну, прежде всего они говорят... Или это просто такие поездки на уикенд? Нет, прежде всего они говорят о том, кто получает финансирование от России. От Газпрома, от скрытых платежей. И Россия таким образом хочет показать, что она не изолирована. Второе, о том, что в Европе не все хорошо. На самом деле нужно понимать менталитет стран Европейского Союза и менталитет Российской Федерации. В странах Европейского Союза, хочешь не хочешь, но политики действительно свободны. И они свободны говорить, что они думают и что они хотят. Независимо от того, что им скажет, допустим, спикер их парламента. Но и второй момент показывает и их слабость. Я же говорю, они используют инструменты демократии против самой же демократии. Показывая о том, что вы неэффективны. На самом деле, а вы видели, кроме одного единственного депутата в Российской Федерации, кто бы сказал бы, что мы против аннексии Крыма? Ну и нет, конечно. Поэтому это есть и методы, которые они используют. И последний вопрос, поскольку наше время уже подходит к концу. Закончится ли этот конфликт и вернет ли себе Украина Крым? Я думаю, что закончится и Украина вернет себе Крым. Но прогнозировать период, через какое время это будет, очень сложно. Потому что мировая история показывает, что может это быть и быстро, и долго. Что ж, на этой оптимистической ноте напоминаю, с нами был в эфире политический эксперт Сергей Карелин. Сергей, спасибо, что были с нами. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...